Это вот эта коса, которой сено меньше 8 лет подряд уже. У нас капец гололед. Это пришлось засыпать. Деники убирают и из деников вывозят. Потому что тут сплошной лед. В кони могут попадать. Ну вот он лед. Такой вот чистый лед. И у некоторых в Левадах тоже сплошной каток, куда лошадей просто невозможно выводить. Иначе они попадают и будут травмы. Поэтому некоторые стоят дома. У некоторых нормально. Снежок. А у некоторых вот гололед. Моя Кося, как всегда, сбежала. И перебежала в соседнюю Леваду куклы с Мальтой. Они дома стоят. У них тоже гололед. И добежала до дальнего угла. На куче какашек там встал. Как рассказывает Серега. И начал он орать. Все слышат на Леваде конь орет. И именно он там не жеребцует, не как. Знаете, как если одну лошадь от другой уводят. Есть такой зовущий крик. Как будто зовет. Говорит, прихожу. А он там стоит в углу. Трясется. Шах вступить. Перенесите меня. Говорит, ты клоун. Говорит, ты что, сюда залез? Говорит, давай. Пристегнул его. Говорит, ножки трясутся. Все, боится шах вступить. Говорит, и давай по какашечкам, по какашечкам. Вот так вот, вот так вот. Проходи домой. Вот. В общем, вот так вот довели домой. Зачем сбегал? Непонятно. Вот так, да. Нам бы снегу, чтобы не было вот такого гололеда. А то некоторым некогда погулять, сходить. Просто дорожки насыпь. Ну, хотя вот тут могут постоять. Но страшно, если начнут прыгать. Могут, конечно, травмироваться. Сейчас пойду его выведу. Ну, собственно, вот. Пускаем Косю. Ну, а тут туси. Чего тебе бегаешь-то все время? Капец. Иди гуляй. По снежку ходи. Опять стоит, пытается. Выход. Я тебе сейчас открою, куда ты бежать будешь? Опять на лед побежишь. Гуляй, дыши свежим воздухом. Бегли.